Боль промышленного сектора, рабочие руки, которых катастрофически не хватает. Так говорят сами руководители предприятий. Хорошие токари или сварщики, особенно молодые, на вес золота. Накануне в Центре опережающей профподготовки Алтайского края проблему обсуждали управленцы и представители СУЗов. За честным разговором стороны выявляли причины кадрового голода и возможность его утолить. Здесь не только нужно думать, кто нужен, но и компаниям нужно думать, что им сделать для того, чтобы условно завлечь к себе сотрудника. Потому что те бриллиантики рабочие, но их очень мало. А владеть ими хочет достаточно много компаний. И проблема в том, что между образованием и работой большие разрывы, которые нужно устранять. Например, материально-техническая база учебных заведений не соответствует той, что предлагает работодатель. А иногда студент и вовсе не имеет практики на реальном производстве. Вот сейчас монтажник, он уже должен обладать некоторыми нарощенными, так скажем, компетенциями. И понятно, что для каждого предприятия это свои компетенции. И здесь нам рассказали про то, как это можно совместить, про договора целевого обучения, про ту гибкость практик, о которой мы, кстати, и не знали. Большое внимание нужно уделить и подготовке преподавателей. Сошлись участники встречи. Он должен не только владеть теорией, но и опытом работы за станком. Стажерская практика в данном отношении имеет, наверное, ключевое значение, поскольку пройдя непосредственно на предприятии те функции, те трудовые процессы, которые непосредственно потом преподаватель будет объяснять студенту, он уже будет грамотно все это владеть, раскладывать. Участники сессии составили даже план по подготовке молодых квалифицированных кадров. Так представители бизнеса и образования намерены привлечь специалистов предприятий для преподавания спецдисциплин, а также проводить для студентов профессиональные пробы и конкурсы. Эта модель для разговора, она принципиально важна, потому что по такой схеме можно обсуждать подготовку кадров по другим специальностям, которые востребованы на рынке труда. Тем временем в Алтайском институте развития и образования имени Топорова намерены провести курсы повышения квалификации, чтобы ознакомить мастеров и преподавателей с новыми технологиями труда. Как реализуется выработанный план, проверят Миноборнауки и Минэкономразвития края 15 декабря. Анара Шагирова, День с толком.